Сегодня у меня на даче произошло знаменательное событие, ко мне приехали племянники. Может кто не знал, но у меня есть сестра, у нее есть дети, и их трое. Трое детей! Трое это, это короче, примерно на два больше, чем шумно. Понимаете, вот если был один, это уже шумно, а это на два больше, чем просто шумно. Они все растаскивают, они короче, не знаю, они могут взять объектив, и ты его вообще просто никогда больше не найдешь. И поэтому я решил для них сделать еду. Обожаю их всей душой, но это конечно капец, трое детей это много. И при этом мы еще пытаемся снимать. Слышите на фоне? И при этом мы пытаемся снимать. И есть у детей одна особенность, они любят есть. Я не знаю почему, видимо один раз они попробовали поесть, им понравилось, и теперь они каждый день это повторяют. Трое детей, поэтому я решил сегодня сделать что-то типа челленджа самому себе. Я сделаю люля-кебаб. А спонсор видосика дебетовая карточка Тинькофф Блэк. Я буду базарить чисто за себя, у меня карточки Тинькоффа уже лет 6 или 7 где-то. Самый профит начался, когда я понял, что мне не нужно никуда ехать, получать карту. Все привозят домой, или куда скажешь. Второй момент еще круче. Я могу снять кэш в любом банкомате, и это мне будет стоить нуль. Я не знаю, как они это обкашляли с другими банками, но факт остается фактом. То есть, грубо говоря, что такое очереди, вы забываете навсегда. А Блэк карточка хороша тем, что умасливает вообще со всех сторон. Кэшбэк 1% вообще на все покупки. 15% кэшбэка на билеты в кино и на концерты. 5% кэшбэка на выбранные вами категории. Сами выбираете, короче. И до 30% кэшбэка у партнеров типа Sony, связной, Samsung и всякое такое. Кэшбэк, кстати, не фантиками, не баллами, а живым баблом ложится на карту. Ну и вишенка на торте. Любая первая покупка от 1000 рублей, и банк вернет пятихатку. Но это только если карту закажете по ссылке в описании. Короче, кто не понял, ты прямо сейчас можешь пойти купить, не знаю, похавать на 1000 рублей и получить обратно пятихатку просто так ни за что. Ссылка в описании. У нас вот здесь, смотрите, огромная лопатка свиная. Вот это огромная лопатка говяжья. У нас дофигища лука. У нас есть специи. И вы давно скажете, типа, Дрюже, а в чем вообще челлендж? Где это, какой еще челлендж? Что такое, типа, ну кебаб, ты уже делал там и в блендере, и топориками, и через мясорубку, и бла-бла-бла. Объясняю. А что я вам объясняю? Ролик, наверное, называется хайпово, да? Двухметровый. Короче, у меня есть вот такой вот здоровенный шампур. Зацените. Вы зацените. На самом деле, это, конечно, не шампур, это, как это, не уголок, это вот такой профиль, такая планка. Она двухсантиметровая всего лишь, и 6 миллиметров толщиной, и она длиной 2 метра. И челлендж мой будет заключаться в том, что я хочу сделать вот на этой штуковине кебаб, и чтобы он был вот такой длины. А в чем челлендж? В том, что он должен не отвалиться, а это достаточно тяжело. Я не знаю, сколько на него уйдет мяса, но я думаю, что не все мясо, то есть я думаю, что можно будет даже два раза его сделать. Вот. И мне нужно будет с помощью угля пропечь его целиком, правильной прожарки, чтобы ничего не свалилось и не отвалилось. Я думаю, что кусочки все-таки какие-то отвалятся, но... Ладно, зацените, вот зацените сюда, зацените, вы зацените, сколько угля. Я подготовил сразу 4 стартера, вот, сразу 4 стартера. Один из них XL-ный, у меня есть уголь и кусками, типа бигблоковский уголь, кусками, но... Ну что ты, что, кебаб пришел, потенциальный кебаб? Блин, этот кот так меня любит, я что-то начинаю делать, он сразу прибегает. Молодец. О чем я говорил? А, у меня, короче, есть уголь и кусками, бигблоковский, но очень неравномерный, то есть там есть здоровенные кусманы, есть маленькие кусочечки, а мне нужно, чтобы была такая угольная змея, супердлинная и абсолютно равномерная. Поэтому я взял не самый свой любимый уголь, он прессованный, он немножко пылит, но для этих нужд он подойдет прекрасно. Ну и, собственно, мы сделали, привезли на тачке кучу песка, чтобы, собственно, вот так все это дело на песке вывалить. Что, сел в тенек? Чертовы мухи, чертовы слепни. Ладно, давайте начинать. Я сначала думал вообще все это дело сделать топориками, но потом я подумал, что... Муха пошла отсюда. Я подумал, что я долбанусь. То есть, прикиньте, здесь 7 килограмм мяса, и все это дело крошить топориками, это просто нереал. Поэтому все-таки, все-таки через мясорубочку, полукиловатная мясорубочка, я думаю, она справится. Ну и тазик моей прабабушке, чтобы все это дело замесить. Ставь лайк, если у тебя есть прабабушка, клянчу лайки. Погнали. Ну да, мы все это дело нарежем. У меня будет одна часть... О, блин, еще замороженная внутри. Но ничего, нам будет только удобнее резать на кусочки. Одна часть будет свининки, и одна часть будет говядинки. Великолепно. Тут, на самом деле, жира мало, а здесь вот этот жир мы добавим. Так, пока что мы делаем полоски, которые теоретически мясорубка должна утолкать сама в себя. И кладем в латунный тазик. Не волнуйтесь, это не медь, этот тазик пищевой. Знаете, мои подписчики, они постоянно за меня волнуются, что что-то пойдет не так, что вдруг я перегрею мед, например, или замариную что-то в полиэтиленовом пакете, и у меня испортится здоровье, и будет меньше славных обзоров. Какие вы у меня хорошие. Ну что ж, друзья мои, где-то 7 килограмм мяса. Отлично. И нам нужно дофигища лука. То есть, я думаю, что вот на такое количество мяса мы возьмем вот столько вот лука. То есть, треть лука будет, ну или четверть от объема мяса. Но тут какая тема? Если позволить себе пропустить мясо через мясорубку я могу, то лук нет. Если я пропущу лук через мясорубку, он превратится в жижу. То есть, и от этой жижи кебаб станет слишком жидкий, и будет вообще капец отваливаться. Поэтому лук придется резать мелко-мелко руками. Но опять же, он не может быть порезан слишком крупно, потому что если, предположим, у вас будет, не знаю, вот такой какой-нибудь кусочек лука, он тоже нарушит целостность кебаба, и тоже все упадет в уголь, будет очень печально и обидно. Так, друзья мои, получается вот такая штука, примерно вот такого размера. Малюсенькие кубики, то есть, посмотрите, я не знаю, видно или нет, но это не каша, которая пролезает через мясорубку, это микро-микрокубики миллиметровые. Вот. И ни одного куска огромного тут нет. Чего-то мы подзадолбались. Я говорю мы, потому что мне помогал Серега, мы по очереди рубили лук топориками. Я считаю, мы достойны лайка, да? Мы достойны лайка, мы сами себе ставим лайки. Окей, лук у нас есть, давайте по мясу теперь через мясорубечку. Пока я буду месить мясо, я не буду говорить ничего, потому что все равно меня будет совсем... Получается вот такой гигантский таз. При этом, смотрите, ключевой момент, я из лука весь сок вот так вот обжал. Чтобы вы понимали, вот столько сока, это целый стакан сока получился. Его мы, конечно, не будем выливать, потому что это великолепный маринад, прекрасный маринад к свинине, к говядине, к чему угодно. Это чистый луковый сок, то есть, было бы глупо его выливать. Но в кебабе он сделает мясо слишком жидким, то есть, оно будет вот так вот отекать и опять же отваливается. Ну, чтобы оно было такое... Так, по-моему, бабулин таз не справляется, возьму про бабулин таз. Он выглядит не очень презентабельно, но не волнуйтесь, он нормальный, алюминиевый, и мы его отмыли с ферри, и с ним все хорошо. Итак, возьмем лук. Наша задача все это дело вымесить, причем вымесить нормально так. Понимаете, сейчас оно вот все вот такое как бы разваливается, а нужно, чтобы это был такой плотный ком мягкого пластилина. А для этого не мясорубка... Блендер вроде делает что-то подобное, но он делает слишком плотное. Вот, нужно вытянуть все эти вот так вот волокна. Для этого нужно все это дело замесить. Вымешиваем. На половине вымешивания добавим специи. Ничего сложного. Да, и мой малюсенький секрет, я добавлю туда 4 яйца. Само собой, никак на вкус это не скажется, то есть 7 килограмм мяса и 4 яйца. Но для чего я это сделаю? Чтобы в теории оно лучше прихватывалось. То есть яйцо все-таки оно... Видите, какое все? Все, консистенция такая прям... Консистенция просто котлеты. Что по специям, друзья? Так, все, яйца я там перемешал. Все отлично. По специям. Зира, кориандр, соль, перец и дофига чеснока. Можно добавить свежих укропа и петрушки. Они у меня есть. Но я предпочитаю зелень все-таки посыпать потом супер свежую, ароматную, чтобы она не варилась внутри мяса. То есть лучше, чтобы мясо оно прихватится, будет румяное, а сверху уже ароматной зеленью свежей присыпать. Поэтому все просто. Зира, кориандр, соль, перец и чеснок. Чеснок через чеснокодавку. Либо в блендере, либо у меня есть такая микроплейновская терка. Но как вы видите, чеснока дофигища. То есть у нас здесь здоровенная гора чеснока, чтобы он чувствовался. Короче, зацените, у меня есть целый мандарин из чеснока. Вот так. Эх, прям руками все замешиваем. Кто бы мне подарил тестомес за миллион рублей? Хотя куда его поставить, непонятно. Тестомес на 5 киловатт. Ну ладно. Так, замешиваем. Остальные специи тоже нужны. А, что я мешаю? Нужно сразу специи сцепануть, чтобы сразу все перемешивать. Я думаю, что столовая ложка кориандра. Ну, особо без горки. Ну, чтобы такой аромат был. Это я имею в виду на все. На весь наш бюля-кебаб. Столовая ложка зиры. Соль. Так, и месим. Я расфигачил все это дело просто вот в такую пыль. Серега сюда накрошил свежемолотого перца. Прям дофигища. Здесь, наверное, пара столовых ложек свежемолотого перца. Вот так. Даже, наверное, поменьше. Вот так хватит. Паприка. Я добавлю копченой паприки просто потому, что она дает офигенный цвет, и она у меня есть. И она офигенная. Вот так. И соль. А вот здесь внимательно нужно. Нужно не досолить, не пересолить. Поэтому, вот, наверное, как-то так. И опять замешиваем. И у меня на даче есть морозилочка. Вот сюда все это идет на полчасика, чтобы фарш был холодный и плотный. А то, когда он на тепле размокает, он такой становится. Тянущийся. Пускай чуть-чуть уплотнится на холоде. Короче, я не знаю, пацаны, когда я положил сюда вот этот двухметровый шампур, а мне вот эта вот вся идея с двухметровым кебабом перестала казаться настолько офигительной. Так. Вот тут мы подожжем. Давай, разгорайся. Потому что, блин, он реально очень длинный. И я предполагал, что он будет провисать. Но сейчас посмотрим, насколько. Пофиг провисать. Там, где он провисает, по центру, я там просто меньше угля положу. Фишка не в этом. Фишка в том, что он не отвалился. Потому что, если отвалится, то у нас целый день работы пойдет коту под хвост. Народ, ключевой момент. Уголь у нас уже, видите, становится белым сверху. Поэтому нужно взять немного нашего кебаба и начать его лепить. Это самый-самый-самый-самый-самый ключевой момент. Я не знаю, что из этого получится. Поэтому, если будет фейл, то извините. Так. Нужно как-то сделать такую колбаску. Вот. А сейчас вы увидите коротенький видосик под музыку из Бенни Хилла, как мы пытались нацепить мясо. У нас получалось. Но каждый раз, когда мы доходили до конца двухметрового шампура, где-то посерединке или еще мясо уже нагревалось и начинало отваливаться. Поэтому мы решили сделать две вещи. Первое. Мы взяли болгарку и завалили острые вот эти вот краешки шампура, которые разрезали мясо. Второе. Мы его немножко вот так шлифанули, чтобы он стал более шершавым. Теперь, чтобы мясо держалось. А то он был, ну вот, чтобы вы понимали, он был великолепно вообще идеально гладким. По нему мясо соскальзывало. И третье. Мы засунули мясо опять в морозилку и доведем его там до трех градусов, чтобы оно было прям вязкое. То есть практически, практически замор... Черт, в слепени, что это летает? Практически, чтобы было замороженное. Я надеюсь, что все это поможет нам все-таки завершить проект. А пока что мы подсыпаем уголь. Уголь горит, угля у нас много. Вот. И ждем. Я думаю, еще минут 30 будет замораживаться все это дело. Очень не хочется, чтобы целый день работы прошел даром из-за того, что у нас все отваливается. Причем этот же фарш на обычных шампурах, плоских. Ну, ты как бы начекрыжил его, положил, все нормально. Но эта штука длинная. Когда ты заканчиваешь его налепливать, с той стороны он уже начинает отваливаться. Так, друзья, я не знаю. Возможно, какие-то маты, которые были, вы слышали. Но тема в том, что вроде как процесс идет. Провисло сильнее, чем я ожидал. Надеюсь, что ничего не отвалится. Сейчас наша задача максимальный сделать жар. Максимальный, чтобы оно все схватилось. Потому что если оно не схватится, то оно начнет нагреваться и отваливаться. Наше решение заморозить мясо, оно было удачным. Потому что первая попытка была вообще шваховая. Почему я об этом не подумал, не знаю. Главное у краев. Я не знаю, народ. Короче, все, что... Типа с божьей помощью посмотрим сейчас. Либо оно отвалится, либо нет. Если это отвалится, это будет просто фейл года. Мы делали это весь день. Народ, лично для меня это просто фейл года. И это жесть. И просто кобздец. Но, слава богу, у нас осталось еще фарша на одну попытку. То есть остается одна попытка. Не понимаю, в чем дело. Тот же самый фарш, нормально вымешанный. Он прекрасно висит на маленьких шампурах. Мгновенно схватывается. Наверное, дело конкретно в этом алюминии. Давайте попробуем завернуть его в фольгу. Чтобы он схватился. И потом уже распаковать и подрумянить. Просто я действительно хочу на этом шампуре видеть двухметровый, блин, люля-кебаб. Посмотри, что это... Посмотри на это... Ну, он реально гладкий, сука. Гладкий... Ааа, господи. Ааа. Ладно. Опять засыпаем кучу угля. Много угля. Фарш. Фольгу. И посмотрим, сработает ли это. Угля. Больше уг... Так, уголь кончается. Нам нужно еще угля. Народ, больше у нас нет возможности фейлить. У нас осталось где-то половина мяса. Ааа, и... Я не знаю. Вы, конечно, в комментах напишите, что мы... Ну, ладно, не важно. Но, тем не менее. Мы зачетерим. Я взял вот тут два... Блин, уже коты прошли. Чёртовы, коты. Взял два метра. И тут, блин, коты. Два метра фольги. Сюда мы запихачим вот так вот. Да. Как они, блин, как эти коты здесь уже прошли. Запихачим вот так вот маслица, чтобы все это дело к фольге не прилипало. И создадим на основе этого маслица... Создадим колбаску. Ну, народ, короче, всё равно получается супер толстая штука. Но, так как мы будем запекать это всё дело прямо в виде ролла на углях, то я надеюсь, что ничего не свалится. Привет передаю Виктору Бурде. У нас роллы вот такие. Я взял самый дорогой уголь. Бигблоковский. Самый горячий. Самый охренительный. Тут уже, тут, блин, угля, наверное, тысяч на пять рублей. Или семь. А потом говорят, дружи, зачем тебе спонсоры? Затем, чтобы фейлить за деньги спонсора. Вот так. И... Кладём прямо на уголь. Я не знаю, что из этого получится, друзья. Я надеюсь, что всё оно прекрасно прихватится. Есть у меня такая мысль. Но, если что, у нас осталось ещё треть тазика, и мы можем сделать обычных люляк и бабчиков ещё на всех. Вот так. Но мы это делали, бляха-муха, весь день. Оставайтесь с нами. Мы закончим этот проект. Или нет. Одно из двух. Теперь, друзья мои, у нас мега-тактика раскрутить этот... Пять минут с одной стороны, пять с другой. Я думаю, что оно, конечно, что там бледное. Но я надеюсь, что схватившееся. Мы поднимем всё это дело. И попытаемся... Так, на машине давай. Давай, давай. Она горит. Ну всё уже. Народ, это был фейл номер два. Я не знаю, что делать. Серьёзно. Последний шанс. У нас осталось мясо на тонкий кебаб. Оно совсем в мясо заморожено. Мясо заморожено в мясо. Единственная идея, которая есть у меня, это... Фишка в чём? Вот если вы посмотрите, оно вроде прихватилось, но из-за бульона, там было слишком много бульона, оно не подсыхало и поэтому развалилось. Поэтому нужно либо дырки делать в фольге, либо нужно фольгу использовать как подложку, как сковородку, на которую вот так всё класть. Попробуем ещё раз. Последний. Мясо немножко есть, солнце ещё светит, но, конечно... Я не знаю, понимаете вы мои чувства или нет, мы этим с утра занимаемся. Я предполагал, что оно прекрасно держится на обычных шампурах, и я не знаю, слишком много мяса мы фигачим. Всё вымесили, всё нормально, всё нормально, но не знаю. Мясо, само собой, собаки съедят, это ноль вопросов. Это всё-таки такой фарш полупрожаренный, всё вкусненькое. Я не знаю, собакам можно специи, хотя-то ничего острого нету. Ещё насыпаем уголь, очищаем шампур, пытаемся сделать опять. Не знаю. А теперь я расскажу, как у нас всё-таки получилось. Мы учли все предыдущие ошибки. Что мы сделали? Во-первых, мы заморозили фарш практически до нуля градусов. Во-вторых, мы очень-очень быстро его налепили и мгновенно перенесли на фольгу. И положили прямо на фольгу, которая лежала прямо на углях. То есть мы даже не пытались на весу начать его готовить. Фольгу мы не запаковывали, это была большая ошибка, потому что сок должен испаряться и уходить. Иначе получается такой бульонный гуляш, и всё равно всё разваливается. То есть фольгу мы не закрывали в последний раз. И как только кебаб прихватился и стал плотным, всё, уже ничто не может его с шампура отвалить. Ну и, собственно, вот так мы и добились успеха. Можно ли назвать это настоящим кебабом? Конечно же, да. Но готовили мы его изначально не на весу. Народ, в принципе, я считаю, что проект удался. И я понял основной наш косяк. Само собой, шампур нужно было сделать шершавым. Он должен быть более тонким, он провисает, это не очень удобно. Но на самом деле дело не в этом. Дело в том, что когда у вас шампур вот такой, то мясо, пытаясь усаживаться, то есть оно сжимается, ну понятно, температура оно сжимается, и трение меньше, чем тяга мяса к усадке. То есть оно по шампуру просто немного съёживается. Но когда шампур двухметровый, мясо получает столько трения, а шампур, то есть площадь огромная, и ему просто приходится где-то рваться. То есть вот эта штука, она, мы вот сейчас под конец поняли, она не могла получиться целостной без вот этих разрывов. Мясо съёживается, и если по небольшому шампуру оно может съёжиться, то здесь нет трения и площадь самого шампура, то есть соприкосновения. Мясо с шампуром слишком велико. Ладно, давайте попробуем, что получилось. Хотя я уже из тех, блин, трёх фейлов, я попробовал, что получилось. Очень вкусный люля-кебаб, это всё понятно, но идея делать что-то двухметровое, на самом деле, бредовое. Двухметровый кебаб не может получиться целостным, вот какая мораль. Но это неплохо, ничего не отвалилось, он весь целый, ничего не отвалилось. Он настолько здоровенный, что не помещается на стол. И, как я говорил, моя любимая тема и с кебабом, и с шашлыками, это свежую зелень. Положить вот так. Давайте попробуем его снять, для этого укроем его, укроем его, укроем его. Нам нужны руки. Шампур вытащили, он всё ещё как с детства, какой горячий. Осталось подать всё это дело. Я не знаю, я уже не знаю, я так задолбался, что вот так как-то. Двухметровый люля-кебаб. Ну и в итоге мы так волновались, пока всё это дело снимали и дожаривали, мы потратили на это целый день, что в итоге мы забыли нажать кнопку на фотоаппарате, когда я прощался и пробовал кусочки. Но там особо говорить нечего, это просто кусочки вкусного мяса на углях. Другое дело, советую ли я вам повторять подобный эксперимент? Нет! Не советую! В этом нет вообще никакого смысла. Мясо отваливается, его можно потерять, оно съёживается, и к нам пришёл кот. Посмотрите на эту красоту. Отлично! Кот опрувает этот рецепт. Ещё раз повторю, это был не рецепт, а именно эксперимент. Получится у нас или не получится? С какого? С четвёртого раза у нас получилось. В общем, такой себе экспериментище с потерей кучи мяса. Огромное спасибо всем, кто ставит пальцы вверх. Если будет много пальцев вверх, мы с Костяном сделаем двухметровый шашлык из пяти видов мяса с разными маринадами. А с вами был славный дружио Обломов. Кушайте много, кушайте вкусно. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok